здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 19 сентября четверг и сегодня я хочу поговорить с вами общей ситуации которая сложилась в украине вокруг украины потому что некоторые аналитики считают что предстоящие где-то две недели будут решающими я не люблю слово решающими но думаю что эти две недели будут крайне важны с точки зрения того что происходит в украине прежде всего на полях сражений а также то что произойдет на международной арене в соединенных штатах на генеральной ассамблею он ну и вашингтоне но прежде чем я приступлю к этому в этой теме хотел бы остановиться на некоторых вопросах связанных с моим предшествующим видео которое многие да наверное большинство из вас видели видели что последовало после того как я выложил это видео и сейчас я вам объясню что произошло произошло нашествие массовая высадка десанта троллейботов причем и из москвы и или там петербурга где они сейчас находятся не знаю и из известной вам опы произошло это совершенно очевидно то есть все это видно на статистике и я думаю что американское посольство которое очень тщательно отслеживает то что происходит в ютюбе в украине и русскоязычном связанном с украиной для них это все тоже должно быть очевидно то есть произошло массовое харакири или сэпуко представителей прежде всего кроме кремля бота опы ярмака и причина на мой взгляд состоит в том что вернее в одном вопросе опираясь на статью в политика я в общем-то сказал что ермак знал об этом плане наступление неожиданном наступлении в курс на курск и это меняет но если не все то очень многое почему я считаю что это были боты кремль это самая ермаку бота или кремле бота и так далее но это было очевидно то есть сначала все развивалось все нормально все хорошо все шло как обычно по статистике если посмотреть видео перед этим то можно увидеть что количество просмотров и там и там было одинаковое лайков больше в последнем вот где в самом последнем которое до сих пор развернул больше лайков но если почитать комментарии там там прямо на грюнвальдская битва какая-то стоит или на чудском озере что-то там невероятное визги писки вздохи обвинения не только обсуждение по существу статьи в политику или то как я ее прокомментировал вот этого нет есть вопли дикие вопли но это причина это один из признаков ботом дальше я расскажу и так далее короче говоря вот я наблюдал за этой статистикой что происходит все было тихо спокойно как обычно и вдруг когда в киеве примерно наступило часа два ночи и вот с двух часов ночи по киевскому до четырех четырех с половиной уже утра да по киевскому времени когда нормальные люди все спят глубоким сном но если не тревожит тревога естественно в это время появляется сотни и сотни людей которые обрушивают гневные вопли на и статью политика не комментируя ее содержание и естественно на меня то есть приписывая как будто то что я сказал ссылаясь на политика как будет это говорю я и вот собственно говоря значит был вот этот один основной удар но об этом он продолжался еще в течение какой-то времени то есть вот это все в бакханалию создали я посчитал примерно 1200 дополнительных ботов которым послали ночью кому не спится в ночь глухую на послали бороться с этим сайтом и с этим конкретным видео вот собственно говоря и все произошло потому что повторяю количество просмотров в двух последних видео одинаковое количество лайков больше в последнем видео ну и и и понятно и судя по тому как шло обсуждение тоже понятно что это тролли объясняю кто не знает как вычислить этих троллей но первое значит если это ермаковские тролли они путают украину и опу а опа это руководство как они называют вот это коренная коренная ошибка не то что ошибка это злонамеренная манипуляция ботов дезинформация потому что опа она уже на международной арене известна вот политика тот же окрестил ее как моллюско образное формирование а я называю проще так сказать в рамках юридической терминологии это организованная преступная группировка которая захватила власть захватила себе власть которая не принадлежит ей не под конституции ни по каким законам украины она занимается мародерством это главное ее задание она эта группировка довела страну 24 февраля 22 года не подготовленной готовой к сдаче они многое сдали сделали для того чтобы просто сдать украину в первые же недели войны на что путин и рассчитывал поэтому путин когда критикуешь опу они тебе кричат ты поплюжишь там ты очерняешь украину это просто зловномеренное передерывание фактов карты и так далее вот чем отличается боты но есть еще небольшое количество тупых людей которые не понимают элементарной логики но их мало в основном значит это орут боты то есть как видите вот эту формулировку кто кто критикует опу и рамака значит это враг украины украины напротив вот кто сторонник опы вот это враг украины чаще всего потому что именно они занимаются мародерством которое так дорого обходится стране ну и всеми прочими делами дальше кремлевских и ермаковских ботов что их объединяет антиамериканизм вот сейчас я вам скажу что то что почему-то не обсуждается широко в информ пространстве соединенные штаты об этом молчат деликатно молчат в украине не знаю почему потому что наверное скрывают потому что для тех же кто держит в тролле ботов это невыгодная тема но ситуация такова что примерно 65-70 процентов государственного бюджета украины это взносы финансовые взносы соединенных штатов америки и евросоюза две третьих государственного бюджета страны а что это такое это зарплаты государственным служащим это зарплаты военнослужащим это пенсии наконец-то это расходы на социальное страхование я думаю оно есть в украине на медицинское обслуживание там и так далее короче говоря если тот же байден который у троллей это главный враг украины так вот если вот этот главный враг в кавычках украины на месяц на два задержит взнос США в бюджет украины а за ними последует и евросоюз потому что евросоюз смотрит что делает вашингтон то через месяц в украине перестанут выплачиваться зарплаты государственным служащим то есть всему всем кто так или иначе работает на государственные учреждения военнослужащим пенсии и дальше по списку а еще через месяц произойдет полное обрушение экономики и вот это это самое страшное оружие которое могут применить в кремле а также его пятая колонна в украине против украины это примерно то же самое что произошло в германии в первую мировую войну когда они неплохо в общем там держались на поле боя но потом произошла революция кайзера свергли экономика рухнула то же самое произошло с османской империей то же самое произошло с империей романовых примерно обрушение внутри страны без всяких ядерных взрывов тихо и спокойно советский союз рухнул так же в холодную в годы холодной войны то есть это мечта Путина чтобы так произошло что нужно для этого сделать развить антиамериканскую истерию до такой степени чтобы американцы это заметили американское посольство как я вам сказал это известно оно отслеживает что происходит в информационном пространстве страны естественно рапортует Вашингтон приходит это туда же там госдепартамент еще куда-то в ЦРУ агентство национальной безопасности потом это все концентрируется выходит на белый дом конце концов и потом тот которого называют сонный Джо и так далее утром попив кофейку или чайку читает и не дай бог в один прекрасное или ужасное утро ему приходит мысль а нафига мне все это надо и все понимаете то есть это мечта Путина и его пятой колонны довести до такого состояния там расходы на оборону обычно о чем больше всего говорят это это вопрос уже второй экономика страны ее социальная структура все держится вот на этой финансовой подпорке поэтому вот это я давно уже говорил в Украине разгоняется антиамериканская компания прежде всего из опы Ермака они мародерят потом надо отвести внимание населения они запускают какую-то там историю по поводу того что опять опять там что-то Белый дом или Пентагон не поставили они подписали договор с о поставках российского газа через Украину в Венгрию за что Путин может получить от 6 до 20 миллиардов долларов в год на котором он будет развивать свою военную машину и строить ракеты которые потом будут падать на украинцев надо чем-то это прикрыть они об этом не говорят фиг прочитаешь это где-то так обсуждений никаких нет но вместо этого значит опять опять что-то там администрация Байдена слабый слабый поджилки у него трясутся там и так далее они замутили по политическим соображениям не военных какую-то военную операцию надо отвлечь внимание начинается бакханалия там опять какая-то опять администрация Байдена в чем-то виновата то есть это вот второй второй признак этих самых ботов что важно как я сказал то есть особенно завело как я понимаю руководители опы и над чем бесновались его тролли боты это вопрос о том что он знал про этот план с самого начала и возможно и он и подтолкнул Зеленского к тому чтобы он Зеленский дал приказ Сырскому его подготовить а возможно там течение так сказать с обеих сторон движение началось и на какой-то там на середине они встретились это меняет все я говорил это еще в самом первом комментарии по поводу Курской операции потому что вопрос о том кто ее сделал то есть кто ее задумал он дает ответ на вопрос куда она дальше пойдет меня прежде всего интересовал вопрос окей как войти все ясно все нормально отработали вопрос а если в этом плане как выйти казалось бы смешной вопрос потому что в любом голливудском фильме это можно увидеть когда фильм о спецназе американском задумывают какую-то там блестящую операцию или о войне и так далее первым что делают как зайти а второе это называется exit exit strategy то есть стратегия выхода оттуда ну вот то есть вопрос о том что Ермак знал значит давал это было политическое решение всем уже понятно что операция в Курске это было не военное политическое решение сразу все становится на места очень кстати плохо потому что если Ермак знал это с самого начала мы тут же вспоминаем о Вагнергейте кто еще не помнит не знает что такое Вагнергейт я опять пару недель назад я вам выкладывал ссылку на интервью полковника Жилобецкого который давал показания по этому поводу в судебном процессе над Червинским Червинского послушайте ну вот вам два заслуженных я считаю блестящих украинских разведчиков которые за то что они блестящие патриоты своей Родины и пострадали за это вы все поймете потому что ну та же самая история так же как операция о Вагнергейте ушла из кабинета Ермака так же должна была уйти и информация о этом плане ну и дальше то что происходит можно можно дальше то есть необходимо учитывать этот фактор в анализе всего что идет дальше а дальше все идет по тому сценарию который я в самом начале описал то есть сейчас наконец то то есть не было exit strategy не было плана выхода из этой операции я вам описал три возможных выхода ссылаясь на американских и британских аналитиков первый выход был это тот который приняли вот сейчас вот только сейчас это выход значит заставить как я ее тогда сформулировал окопаться серьезными действительно серьезными фортификационными сооружениями и уйти в глухую оборону заставив противника заплатить как можно дороже за освобождение вот той территории которую поставил под контроль ВСУ второй план который я рекомендовал с моей точки зрения это оставить минимальное количество людей вокруг суджи а всех остальных с развернутыми знаменами с барабанным боем с докладом что выполнено миссия выполнена потому что позитив там есть шороху нагнали Путин видимо судя по всему судя по выражению лица скажем так он тоже актер неплохой он вроде бы смутился на какое-то время то есть все вот психологическое настроение в Украине поднялось тут все позитив вот выполнили миссию и вышли или что-нибудь такое промежуточное остановились они на самом сложном то есть руководство ВСУ сейчас на самом сложном и затратном глухая оборона держать там большое количество живой силы и пытаться удержать всю эту территорию что из этого получается получается что длительное время растягивается фронт плюс еще к тысяче километров там еще 200-300 враг присылает сначала там были мобики и эти самые солдаты срочной службы насколько я понимаю то есть малопригодное для боевых действий подразделение а сейчас там серьезная воздушно-десантная дивизия бригады морпехов тихоокеанского флота пригнали о чем это говорит что Украина ВСУ должны будут поставить такие же адекватные части примерно в таком же количестве врага там насчитывается уже больше 30 тысяч то есть ВСУ должно иметь там не меньше получается более широкий фронт надо защищать против все более боеспособных частей врага операция на истощение или война на истощение усложняется кто выигрывает в этом деле у того у кого больше ресурсов у кого больше ресурсов мы все понимаем поэтому вопрос очень сложный вопрос очень сложный более того значит что пойдет дальше вот вот это exit strategy как я понимаю она разрабатывалась буквально в последние минуты может до сих пор дорабатывается это вот тот самый план о которой я вам говорил о котором я вам говорил когда сюда приезжал то есть в Киев приезжал Блинкин и Лэми которые хотели увидеть план а в ответ вот ну и все вот и все сейчас это звучит в американских средствах массовой информации как элементы плава им рассказали элементы вот таким образом плана а это было это было несколько дней назад фактически то есть уже сколько недель ведется эта операция exit strategy нет и теперь как понимают в Америке вот тот план с которым приедет Зеленский это вот и есть этот план который это Победова называется официально но это тот план который включает в себя и exit strategy то есть что будет происходить на курском направлении и не зря из того что утекло уже из банковой в частности от Зеленского это как раз первым пунктом там идет курское направление вот оно exit strategy появилось через несколько недель после того как приняли решение вводить туда войска причем опять таки насколько я понимаю элементы этого плана они в решающей степени зависят от Соединенных Штатов Америки тех решений которые они примут и Британии той помощи которую окажут потому что там надо большая помощь финансовая то есть большие деньги опять нужны самое главное это снятие разрешения по ракетам о котором вы прекрасно знаете ну там и дальше принятие в НАТО по моему до конца следующего года и все такое прочее короче говоря когда-то принимали план этот о вторжении об этом не думали теперь оказалось что судьба этого плана зависит от американцев о которых с которыми даже не поговорили про этот план когда запускали его уже в действие не спросили а как вы нам дадите разрешение или нет то есть понимаете есть такое выражение на шару вот произошло все по большому счету на шару принимали решение о вводе войск в Курск я извиняюсь за вульгаризм но иногда вот это оно лучше лучше любого языка объясняет суть суть происходящего вот так оно произошло вот это и есть по сути дело ну и что дальше происходит значит многое зависит как я резюмирую от соединенных если не много то ну если не все то очень многое зависит от тех решений которые примут соединенные штаты америки а если плохо примут там избирательная кампания там свои проблемы причем там битва идет которая кстати на украине может отразиться очень сурово потому что я вот рассказал вот эти 65-70 процентов американских денег в бюджете трамп то сказал что он это все прекратит за один день изберут его президентом нажмет на кнопку и все и что тогда делать а тогда выход один ну как через два месяца рухнет вся экономика надо побыстрее что-то делать с путиным договариваться с ним надо надо стамбул номер два а про стамбул номер один вы наверное много слышали уже вы знаете какие положения там было там фактически полное слитье страны полное полное и безоговорочное фактически капитуляция вот что собственно говоря происходит то есть трамп он он выполнит миссию путина но теперь трамп и в его окружении понимают что до этого еще надо дожить и вопрос доживет ли он то есть станет ли он президентом но они уже бьются сейчас вот недавно в издании the hill опубликована статья за двумя подписями это доналд трамп младший младшонький его называют то ли бирис то ли бархит в народе здесь а второе это их компаньон политический кеннеди тоже наверное много слышали хотя вряд ли все потому что одно из популярных изданий в соединенных штатах америки назвала его величайшим негодяем америки современности и есть основания есть серьезные основания потому что люди которые знают знают его говорят что это не человек а чудовище так вот вот сейчас они пишут о том что да трамп когда придет он наведет порядок он быстро решит как они говорят конфликт в украине но надо что то делать сейчас потому что харрис с байденом они задумали страшное дело они могут разрешить украине снять ограничение снимут ограничение с использования ракет а это все это термоядерная война байден с харрис задумали угробить весь мир угробить америку я вам об этом говорил все шло к этому то есть теперь трамп которого падают рейтинги он теперь объявляет байдена которого тролли кремлевско-ярмаковски называет слепи джо там и все такое сонным джо и там все такое прочее а он теперь чуть ли не монстр таким образом пытается его объявить и что делать и говорят никаким образом нельзя этого допускать то есть если еще у вас есть какой-то там блогер трампист который рассказывает какое-то будет благо когда трамп придет к власти он почитайте статью сынок его пишет который руководит его компанией ближайший его подельник кеннеди который свои голоса обещают отдать трампу за место в его администрации то же самое они уже воюют они воюют против одного из главных элементов плана зеленского который он собирается привести в соединенные штаты америки то есть трамп его окружение они уже отрабатывают политические интересы Путина на Украине даст бог что этого не свершится потому что как показывают последние опросы общественного мнения настроение американского избирателя неуклонно движется в сторону Камалы Харрис она увеличивает свой отрыв согласно новому опросу Морнин консалт до 6 процентов поскольку избирателя в подавляющем большинстве считает ее решающей победительницей первых президентских дебатов она достигла беспрецедентного двадцатибального преимущества вернее нет доверия рейтинг ее доверия на 20 процентов выше чем рейтинг доверия избирателей к Трампу и отсюда эксперты делают вывод что чем больше люди о ней узнают она была вице-президентом вице-президент под традицией в Америке это просто тень то есть его роль молча поддерживать президента страны голосовать выступать за его инициативы никоим образом не лезть со своими собственными инициативами его должно быть не видно не слышно до тех пор пока не дай бог что-то случится с президентом и становится вопрос о преемнике как как было в истории когда убили Джона Кеннеди появился Джонсон президент который так и не пошел на второй срок вот поэтому сейчас американцы узнают Харрис и чем больше ее узнают она очень активную избирательную кампанию проводит ездит кругом и везде растут ее рейтинги ну я вам скажу допустим среди молодого населения избирателя то есть 18-34 года ее преимущество над Трампом составляет 15 процентов 15 женщин среди женщин среди чернокожего избирателя ее преимущество измеряется двумя как они двумя двумя цифрами да ну трамповская компания сопротивляется как может вот кандидат вице-президент Ивэнс недавно сказал это после второго покушения на Трампа вернее не покушения а попытки покушения на Трампа он так фразу такую почему никто не покушается на Камалу тонко якобы намекая что не они ли это все затеивают он как всегда врет как пишут вездесущие журналисты потому что вот совсем недавно в августе месяце в середине августа в Вирджинии были выдвинуты официальное обвинение против человека которого зовут Фрэнк Карилло его обвиняют в том что он угрожал убийством вице-президенту Камале Харрис ФБР обнаружило примерно четыре тысячи четыреста его постов в социальных сетях которых он обещал убить Камалу Харрис затем директора директора бывшего ФБР еще несколько Джо Байдена тоже Джо Байдена в общем всех тех которых Трамп считает своими политическими врагами он обещал их убить что касается Камала Харрис то это звучало вот так он обещал вырезать ей глаза и описывал различные способы которыми он будет ее убивать вот так что так что ситуация напряженная взвинченные нервы до предела но Харрис Харрис уверенно идет к победе и это единственное я считаю это но я вам говорил еще в самом начале когда еще Джо Байден был то есть Трамп это провал тоже то есть сейчас ситуация такая что кто угодно но не Трамп я имею ввиду с точки зрения Украины что касается вопроса снятия ограничений и этого плана Зеленского ждут здесь я вам рассказывал про этот план какой бардак с ним возник то есть когда обсуждал блинки на уровне украинских чиновников еще до Зеленского там было ну полное молча мычание по этому вопросу не сильно раздельное потом встретились с Зеленским плана так и не увидели но элементы этого плана прозвучали от Зеленского уже где-то прозвучали поэтому вот совсем недавно выступила публично посол Соединенных Штатов при ООН Линда Томас Гринфилд которая сказала что Вашингтон ознакомился с элементами элементами плана ну и считает что они могут сработать это самая высокая оценка пока которая прозвучала и это действительно без шутки это очень высокая оценка я очень этого боялся очень боялся этой первой оценки поскольку она ну это это как свет светофора то есть желтый который вернее как вот сейчас наступит зеленый это вот предвестник зеленого света что дадут зеленый свет на снятие ограничений и слава богу что это не желтый свет после которого последует красный ну и после этого значит Тони Блинкин сообщил вернее это Миллер сказал представитель Госдепа на ежедневном брифинге сказал что Тони Блинкин тоже ознакомлен с элементами этого плана ну и тоже позитивно к этим элементам относится но как сказал Миллер мы должны позволить президенту Зеленскому рассказать чей это в конечном счете план и является рассказать самому об этих деталях поэтому как говорится как говорится ждем кстати сказать российские пропагандисты я вам скажу что последние дни они вообще не говорят о этой теме вообще то есть они цитируют Путина который там опять пригрозил ну вы знаете эту всю историю да он опять грозит что теперь если будут сняты эти ограничения то Москва будет это воспринимать как вступление в стран НАТО в прямое боестолкновение с Российской Федерацией мы будем принимать там бла-бла-бла вы знаете это обычная история но по поводу то есть они не наезжают на администрацию ни Соединенных Штатов ни правительства Великобритании обходят полным молчанием то есть там все настолько тоже напряжено они как бы задержали дыхание накануне тех событий которые вот должны начаться с приездом по-моему 22 сентября Зеленский прилетает в Нью-Йорк они взволнованы но как сказал один из ведущих это тот который по-моему муж Скоробеева или кто там он у нее это было вчера да вчера я это слышал подводя резюме вот всем этим намеком ожиданиям и так далее он так тяжело вздохнул и говорит что судя по всему американская вся вся система вот это это самое страшное когда вся система вся глыба движется в сторону поражительного решения вопроса о снятии ограничений потому что если они не снимаются то вопрос а вот это exit strategy как выходить из Курска он приобретает критический как вы понимаете характер теперь подходит концу текущий финансовый год и там у нас как вы знаете многие из вас знают пять и девять десятых миллиарда долларов это presidential drawdown authority то есть это право президента запускать свою руку в арсенал пентагона и со складов на разрешенную сумму брать и поставлять технику различным странам в данном случае нас интересует только украина ну и опять таки то ли не знающие люди то ли кремлевские то ли кремлевско- ермаковские троллейботы запустили что все пропало вот специальная администрация байдена все это тянуло а теперь наступает первое октября и все эти деньги исчезают нет их на самом деле это не так на самом деле не так потому что в этом законе о оказании помощи украине который был принят в мае да в мае месяце он достаточно гибкий который позволяет переносить суммы из одного финансового года в другой и даже из одной статьи в другую причем тут надо иметь в виду что вот это presidential то есть он право президента совершать ту операцию о которой я вам говорю это не финансирование то есть пять и девять десятых это не количество денег которые ему вот дают на такую операцию это право это authority право президента делать это на разрешенную сумму то есть истекает право его но не деньги вот так вот строго говоря дальше значит то есть формально да формально это истечет это право на эту сумму в конце сентября какие есть варианты вариант первый это согласно американскому законодательству есть вот сейчас работает конгресс вместе с администрацией там много каких вопросов возникает бюджета опять как всегда нет это уже творится не первый год опять будут дебаты там и так далее должна быть принята резолюция о продолжении финансирования которую вот будет включено там масса других положений и в частности вот эти пять и девять десятых миллиарда переносится на следующий финансовый год администрация уже подала соответствующая запрос о том о включении вот эти этой суммы в эту резолюцию пока не слышно но республиканцы некоторые некоторые представители но немного их там пока два подали звук мол а что ж вы не израсходовали ну я вам расскажу почему не израсходовали это не такой сложный вопрос но никакого пока сопротивления нет если даже это не срабатывает тогда тогда администрация может потребовать или запросить конгресс чтобы он принял отдельную резолюцию о продолжении финансирования следующий вариант госдепартамент можно просто может послать нотификацию то есть извещение конгресса о том что ему требуется пять и девять десятых миллиарда на следующий финансовый год для существования вот этих операций и все то есть для этого даже не надо будет никакого голосования конгресса просто нотификация государственного департамента наконец поскольку как я вам сказал согласно американским правилам законам вот согласно этому закону о оказании финансов последнего оказания финансов помощи украине деньги могут перебрасываться с одной статьи на другую поэтому есть варианты использовать деньги которые есть вторая крупная статья есть инициативе инициатива по оказанию помощи украине это те деньги которые закладываются в впк с тем что он правило производил вооружение и прямо с впк это идет минуя скалы пентагона в украину там проблема в том что это как правило затраты долгосрочные то есть сегодня ты заложил а через год ты ее где-то получишь поэтому это не лучший вариант но можно брать из той статьи использовать как pdf и так далее и пентагон может даже из своего бюджета приобретать и поставлять как pdf вооружение на соответствующую сумму с тем чтобы потом его компенсировали кстати когда республиканцы затянули на полгода обсуждение вопроса о помощи украине вы помните эту долгую мучительную историю пентагон около 6 миллиардов вот таким образом выжил во первых там вы помните было путем пересчета стоимости тех вооружений которые были поставлены украине их понизили следовательно там остался остаток там и так далее кроме того значит армия соединенные штаты расквартированная в европе запустила руку в свой бюджет и еще 3 миллиарда нашла там и так далее короче говоря есть масса вариантов этот вопрос должен быть решен и будет решен так или иначе почему вообще возник этот разговор а потому что пентагон фактически столкнулся с ситуацией когда некоторые виды вооружения или боеприпасов которые необходимы были украине прежде всего боеприпасов оказались они в критическом количестве то есть близко или даже ниже установленных нормативов нормативов это то что должно лежать на складах НЗ неприкосновенный запас а почему они возникли потому что республиканцы полгода тянули с этим самым законопроектом о помощи Украине в это время не размещались заказы не было денег на размещение соответствующих заказов на ВПК который должен был произвести ну скажем снаряды которые уже отправили в Украину должен был произвести сделать эти снаряды и опять их вернуть в арсеналы на склады пентагона чтобы их потом оттуда можно было взять цепочка была как-то была прервана и так вот получилось я уверен что все равно враждебные троллейботы будут кричать что специально Байден затягивал я вам скажу господа за прошедшие месяцы Соединенные Штаты провели такие операции о которых мало кто знает некоторые вообще не знают которые могут свидетельствовать что выжимаются все соки вот везде где можно найти какие-то ресурсы для того чтобы отдать Украине на помощь они они находятся и выжимаются даже у Израиля забрали но это было до этого самого до последнего там обострения ситуации даже у Израиля забрали крупное большое количество 155 артиллерийских снарядов 155 калибра для того чтобы передать это Украине Индии из Индии уже вот так вот через эти цепочки получали боеприпасы для того чтобы передать это Украине я даже вам боюсь сказать что с Китаем делались понимаете чтобы не вызвать международный скандал то есть невероятные варианты были ну и последние я вам рассказывал пару видео назад о том как сокрушался главный пропагандист Кремля Соловьев мол что наши китайские друзья как он так грустно вернее партнеры как он их грустно назвал Соединенные Штаты буквально буквально совсем недавно закупили комплектующих достаточные для строительства или производства двух миллионов беспилотников для Украины двух миллионов то есть работают работа ведется есть проблемы там есть проблемы сям но самое главное решать эти все проблемы открыто с партнерами не пытаться не пытаться на чужом горбу въехать и решить свои проблемы и очень важно я это говорил тысячу скажу тысячу первый раз не кусай руку дающему то есть это может быть выгодно сейчас самый большой выгодоприобретатель от компании против Соединенных Штатов Америки это в Украине это Путин это Путин и только враги Украины ну люди которые может быть еще не понимают я делаю все возможное для того чтобы разъяснить это но те кто изо дня в день вот разгоняет эту антиамериканскую компанию это это люди которые нравится им это или не нравится ну большинство из них делают на деньги это за деньги опы Ермака откуда это деньги это черная касса нет в бюджете такой статьи оплата услуг тролля ботов это черная касса которая получена в результате разворования гуманитарной помощи разворования военной помощи и все такое прочее вот они оттуда кормятся нанося удар Украине вот что стоит их работа вот на этом дорогие друзья позвольте закончить это видео как всегда слава Украине вооруженным силам враг будет разбит победа будет за нами вам дорогие друзья выдержки мужества твердой веры в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч